Именно здесь, в цехе номер 2, зарождается будущая цистерна. Алексей один из тех, кто участвует в этом процессе. Котельщик работает в Кузбасской вагоностроительной компании уже 8 лет и знает, насколько важен первый этап. Специальное обучение перед запуском нового продукта прошли как инженеры, так и работники производства. Ответственность в моей работе повысилась, потому что это цистерна для перевозки газа, а газ это особо опасный груз. Здесь требуется квалифицированный рабочий. С помощью специальной техники листы металла превращают в цилиндр. Их тщательно обрабатывают, придают правильную форму и только после этого все части аккуратно сваривают. В скором времени работа над этой цистерной закончат, и в ней будут перевозить крапан и бутан. Она в несколько раз больше своих, условно говоря, коллег по размеру и объему. Именно в этом заключается ее преимущество. Грузоподъемность 52 тонны, объем котла почти 84 кубических метра. Но это далеко не все, чем может похвастаться новая кузбасская цистерна. Машиностроители КВСК увеличили толщину материалов, использовали современную сливоналивную, предохранительную и контрольную арматуру. Проект разработали совместно с Петербургским научно-венедрическим центром вагона и не пожалели на него 70 миллионов рублей. Инвестиции оправданы. Качество цистерны с Кемерово сомнений не вызывает. Конкурентное преимущество – это то, что наше предприятие имеет почти полувековой опыт на производство именно сосудов. Имеем опыт производства продукции под химические предприятия, а там требования жестче и серьезнее требования по безопасности для аппаратов, чем на требования вагоны. И поэтому мы в рамках этих требований производим такой вагон. В октябре кузбасская вагоностроительная компания выпустила 70 цистерн. Часть из них отправили в страны СНГ, остальные остались в России. В ноябре планируется увеличить число продукта до максимума производственной линии – 100 единиц. И этой планки кемеровские машиностроители будут стараться придерживаться ежемесячно. Тем более, что цистерны для перевозки сжиженных углеводородов – острая подребность современного рынка, а значит дефицита заказов не будет. Мы делаем цистерны. Значит, все трудности, которые были, мы преодолели. И зачем о них вспоминать? Готовые цистерны необходимо нарядить. Для этого их красят в фирменный белый-зеленый цвет с красной полоской. Уже по одному этому внешнему признаку емкости можно отличить от тех, что предназначены для перевозки нефти. Срок службы нового продукта – 32 года. За это время цистерне потребуется косметический и капитальный ремонт. Кузбасские разработчики обещают, что будут отслеживать не только как используются, но и как ремонтируется их продукция. Анастасия Прокудина, Константин Червяков. Новости моего города.